Бассейны прямо в центре города и не только. Возможность искупаться бесплатно получили сегодня и пешеходы, и автомобилисты Чебоксар и Новочебоксарска. Города залило дождем. Накануне сильный дождь с разрушениями прошелся и по Алатарю. После обеда в районе часа дня на Чебоксара обрушился ливневый дождь. Такое ощущение, что новоюшка ушла под воду. Машины буквально плыли по проезжей части, а людям море по колено. Большие лужи образуются здесь из года в год, даже при обычных дождях. Сегодняшняя ситуация не чрезвычайная. Ливневки там есть, но пропустить такой объем воды они сразу не могут. Требуется какое-то время. Поводов для волнения нет. Через некоторое время вода уходит. Дождь плавно перемещался в центр города и в северо-западный район. А в Новочебоксарске в одном из домов по улице 10-й пятилетки дождь залил с 9-го по 1-й этаж. Об этом сообщили жильцы. Сегодня пошел ливень, когда вот эта так называемая ливневка, которая сток воды с крыши, проходит у нас в подъезде. И она то ли там лопнула, то ли что. И вот каждый дождь, это происходит, у нас вот такая картина, как вы сегодня видели. Все это течет на лифт. Лифт в результате замыкает. Неделю-две не работает, пока не просохнет. Потом, значит, вода течет по всему подъезду с 9-го этажа до 1-го этажа, прям по ступенькам все капает. Плюс ко всему, значит, заливает соседей потолки. Вот в прошлом году у меня соседей до такой степени заливалось, что, значит, обои и паркет поднялся. Ну и проводка потом начинает прохлеть в квартирах. Накануне сильный дождь с градом прошел в Алатаре. На фотографиях видно, какой интенсивности осадки выпали на город. По данным администрации Алатаре, гроза с сильным ветром началась 8 июля во второй половине дня. В результате повалено 70 деревьев, оборвано 73 линии электропередачи. Без электричества остались 5000 абонентов. Повреждено 7 участков газопровода. Из-за непогоды пострадали 23 дома. На устранение последствий работали 9 ремонтных бригад. Южные же районы Батаревский, Комсомольский, Шимуршинский и Яльчикский в июне-июле страдали от засухи. Вчера при прохождении атмосферного фронта в большинстве районов Чуваши проземели грозы. Правда, осадков там, где есть метеостанции, выпало немного. Только в Батарево выпало 14 мм. При грозе порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. Сегодня в Алатаре за 20 минут выпало 21 мм осадков. В течение предстоящей недели сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут кроковременные дожди и грозы. К выходным погода стабилизируется. Температура ночью 12-17, днем 20-25. И преимущественно везо садцев. Татьяна Трофимова, Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.